Добрый день! Я имею честь представить вам доктора-профессора Маркуса Центра, который одновременно является и зав. кафедрой Ветхого Завета на данный момент за счет бытия в Бельгии, и также является штатным преподавателем в университете Байолы. Сейчас на данный момент у нас происходит сессия в Талпатской школе богословия, и доктор Центр читает курс темы Ветхого Завета. Для начала я хочу прочитать текст, о котором мы сегодня будем говорить. Это Третья книга Царства, 19 глава, с 9 по 18 стихе. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, или нет? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и встань на коле перед лицем Господнем, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздающий, раздирающий горы, и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра, и там, Господь. Услышав с ней, Илья закрыл лица своей, мелочью свою, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, воздревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищу, чтобы обнять ее. И сказал ему, Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаилов царя над Сирией. А Иуя, сына Намасина, помашь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сапатова, из Овел-Мехолы, помашь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Азаилова, того умертвит Елисея. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей всех сих. Всех сих коленей не преклонились перед бабом, и всех сих устах не лазали его. Большое спасибо за приглашение быть здесь. Я только надеюсь, что текст, который я читал, это именно то, что я готовил. Я только надеюсь, что текст прочитан на том, это тот текст, на основании которого я буду проповедовать. Я слышал имя Илья, поэтому полагаю, что текст правил. Позвольте мне сделать несколько коротких ремарок в качестве введения. Библийские тексты часто, не всегда, но часто не такие, как мы бы и хотели видеть. Не такие ясные, непростые, неоднозначные. Но часто они двухсмысленные, предлагают какое-то решение, заставляя думать. Они никогда не заканчивают взаимодействие с сложностью жизни. И есть определенного рода напряжение, связанное с этим текстом. И этот текст, который мы прочитали, он как раз таков. Следующая ремарка. Он может быть частью жизни, которая описывает отношения с Богом. Но часто есть такие тексты в Библии, которые описывают жизнь с Богом, полную проблему. Hard, unwanted, bad experiences. Сложные, нежеланные проблемы в жизни появляются. Когда мы посмотрим на отрывок, который непосредственно предшествует отрывку, который мы прочитали. И Илья находится под угрозой гонения государственного значения. Которая основывается на ненависти, культивируемой абсолютной монархии и правлениями Иезавели. Влиянием Иезавели. Вот откуда приходит Илья. Как хорошие вещи, хорошие события, так и плохие могут одновременно происходить от взаимоотношений с Богом. Может быть хорошее здоровье. Счастливый брак. Помогать людям приходить к Господу. Но с другой стороны. Лying sick in hospital. Испытывать болезни, находиться в больнице. Стать жертвой какой-то аварии. Или даже быть распятым радикальными мусульманами на Востоке. Все это может быть частью Божьего пути для нас. Итак, возвращаясь обратно к Ильи. Мы видим, что у него был опыт с двух сторон. The uplifting demonstration of God's mighty power on Mount Carmon. Итак, мы видим, что на горе Кормилон увидел силу Божью, Божью рук. Но сразу же после этого он испытывает гонение со стороны власти и преследования. И здесь мы видим мысли, которые имеют для нас важное значение. Доверяя нашу жизнь Богу. И прося Его руководство. Не означает, что все у нас в жизни будет прекрасно с человеческой точки зрения. Мы будем ощущать Божье присутствие. Но не означает, что Бог будет защищать нас от разных опасностей. Напротив, мы видим, что Бог находится вместе с нами в этих опасных ситуациях. И это может быть даже специальные проблемы, которые мы встречаем, потому что мы живем вместе с Ним. Наша посадка в 1-й Крисе начнется с отметкой, что Илья приезжает в храме на Монт Морин. Итак, наш отрывок, который мы прочитали в 3-й Книге, царств говорит о том, что Илья приходит в ущелье на горе Хариф. There is the definite article, the place. В Еврите имеется определенный артикль. So it's a known place. Это известное место. And it must be related to the place, where Moses had a spectacular encounter with God. И это должно быть то место, где Моисей увидел невероятное откровение Божье. And this is important. И это очень важно здесь. What kind of person is Elijah when he arrives there? Итак, каким был Илья человеком, когда он пришел на это место? We are dealing here with a clear case of burnout and depression. Мы сталкиваемся здесь с случаем, когда человек испытывает этот феномен, что он сгорел. Он переживает депрессию. Elijah's dominant feelings, преобладающие чувства у Ильи, as we see it from the passage preceding our text, которые описываются в отрывке, предшествующему отрывок, который мы читали, are those of complete weakness, это полная слабость, frustration, resignation. Even to the point where he does not just want to give up his ministry, даже до того момента, что он хотел отказаться от своего служения, but life altogether. Он хотел не просто отказаться от служения, но вообще от своей жизни. So this is what has happened and what can happen to someone being very close to God. Вот такие переживания могут происходить с человеком, который находится в близких взаимоотношениях с Богом. But what we also see, но также, что мы еще видим, both in the preceding passage and here, как здесь, так и в предшествующем отрывке, God does not vanish from the scene, Бог не исчезает со сцены, but he is with Elijah and talks to him again and again. So as we have seen at the beginning, God does not protect from trouble, but he is with those belonging to him in the trouble. Now Elijah comes to Mount Horeb. Итак, Илья приходит на гору Харьев. A close reading shows that there was no request from God's side that he should do that. Илья приходит и тщательное исследование текста не говорит нам о том, что Бог требовал от него прийти на это место. Rather twice, Elijah is asked, напротив, дважды Бог спрашивает Илья, What for are you here? Почему ты здесь? Which rather certainly means there is a gentle critique. Существует, что и здесь имеется вежливая критика. Why did you come here at all? Вообще, зачем ты сюда пришел? And twice, Elijah replies to this question дважды Илья отвечает на этот вопрос by describing the situation as he sees it. Описывая ситуацию так, как он ее видит. And this description of the situation is not wrong, и это описание ситуации не ошибочное, но очень избирательное. The focus is entirely on the negative side. Внимание обращено только на негативную сторону. While the positive aspects are ignored. Когда Илья абсолютно игнорирует все позитивное. Although there were positive aspects, несмотря на то, что были позитивные моменты, some Israelites were restored to faith after what happened on Karmil. После того, что произошло на горе Karmil, некоторые израильтяне вернулись к вере. A good number of Ba'a prophets were eliminated. Много, много священников, служителей Ba'a были уничтожены. And a hundred of the right prophets have been saved from the persecution. И сотни верных пророков были сохранены от преследования. But Elijah ignores all of this. And there is another problem in Elijah's description of the situation. He starts out by saying I have been a seelah. Which turns the focus on his own action. Когда внимание обращается на его личное поведение. As opposed to focus on the fact that strength for all the previous deeds has come from God. Вместо того, чтобы обращать внимание, что сила для всех предшествующих событий прошла от Бога. So Elijah is ensnared between exaggerated self-loathing and exaggerated self-importance. Итак, и здесь мы видим, что Илья попадает в ловушку последствием того, что он преувеличивает свою важность и преувеличивает свое состояние. In between the twice-repeated question why are you here and Elijah's reply между двумя повторяющимися вопросами и ответами Ильи we have the central part of this passage. У нас имеется центральная часть этого отрывка. Culminating in the phrase cold mama dakar, that's Hebrew, кульминирует, кульминация которой содержится в этой еврейской фразе, which is often translated in English as a gentle little breeze, которая переводится на английский у нас на русский фразой веяние тихого ветра. But translation is difficult here and can be too quickly colored by a wish to come up with some meaningful interpretation. И может часто приукрашиваться для того, чтобы прийти к какому-то значимому истолкованию. So we need to proceed slowly. Поэтому здесь нам надо читать текст медленно. Внимательно, аккуратно. And that's true for our use of the Bible generally. И этот принцип работает, когда мы читаем Библию вообще. So what happens? Итак, что происходит? Elijah is commanded to come out of the cave and stand on the mountain before the Lord. And I think this is a valid general statement. И мне кажется, что это очень важное утверждение. Come out of what is like a cave on a place where there is a bigger panorama before God. And I even think this can be taken literally as going out of your room and out of your flat in the open. even if there are no real mountains around you. Даже если нет настоящих гор в округе. It's good to go out. It's healthy physically and emotionally and spiritually. Think about Abraham and Moses and Jesus and Paul. Подумайте об Абрааме, Моисее, Иисусе, и Павле. They were heavily walking around. Они много проводили времени в прогулке. It's okay to be weak and depressed if things are bad. Это нормально если мы переживаем депрессию, испытываем слабость если у нас тяжелые обстоятельства. But then go out and stand on the mountain. Но тогда надо выйти и стать на горе. Before God. Перед Богом. And this may well contribute to put things into perspective. И это будет хорошим вкладом ваше мировоззрение. But it doesn't stop there. Но здесь мы не останавливаемся. What follows is a sequence of strong wind earthquake fire. Далее идет следствие из сильного ветра, из землетрясения, из огня. And in every instance it is under light that the Lord was not in these imposing phenomena. И не в каждом случае мы видим, что Бога там нет. And then comes this cold mamada car. Далее следует эта еврейская фраза веяние тихого ветра. A gentle breeze. Тихий ветер. A gentle voice. Тихий голос. The most frequent interpretation of this is частое истолкование этой фразы Elijah had to learn and we with him that God is not only present in overwhelming impressive manifestations. что Бог не просто существует в этих впечатлятельных впечатлительных этапах манифестации. But also in a gentle voice. Ну даже в тихом в тихом голосе. Or as a gentle voice. Или как тихий голос. From there two steps are taken. А далее идут два шага. The first is we should try to find out where this gentle voice can be found. We должны найти где-то тихий голос может быть найден. Perhaps something like an inner voice. Возможно это был внутренний голос. Or an impression that we get when listening to music or someone talking. Или впечатление которое у нас появляется в результате прослушанной музыки или чьей-то речи. And the second step in this line of interpretation is be gentle yourself because this is the way God behaves. This interpretation is not my interpretation. Now I'm not against it in principle. There may be some truth in it. But it's not what this text is saying. After all while all this storm, earthquake, fire, gentle voice thing is happening, после всего что происходит, сильные порывы ветра, землетрясения, огонь и тихий ветер, Elijah has been hiding in his cave anyway. Или прячется в свое щель опять. So probably didn't see or hear much of it. And if he has seen or heard anything, he didn't obviously get it, because his replying after that is the same as before. So there is another interpretation that makes more sense. Elijah has traveled to Mount Horeb on his own initiative with a wish to have his capacity to serve as the Lord's Prophet reinvigorated to again to 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 God to be to special encounter with the Lord at the place where the Lord had appeared to Israel and Moses earlier to make an experience that would in some way correspond to that spectacular vision and audition that Moses had. But God denies this wish. That's the surprising message. All these spectacular natural phenomena are explicitly said not to be a vision of God. Все вот эти удивительные проявления манифестации не являются проявлением Бога. And yet it's not black and white. God is not completely absent. He passes by and he talks to Elijah. But it's far from how it was with Moses. While in the case of Moses the vision was connected with a specific verbal communication when the was connected with a verbal communication of most important contents there is nothing here but it's called mamadaka. нет ничего общего с этой фразой and voice but a voice of silence this means no new communication that would be in any way comparable to what Moses had received. So God does not grant the bishop Elijah. Elijah is not a second Moses. So God does react to Elijah's wish for an encounter but not in the way Elijah had hoped for. So this is again true for us. God does react to our prayers and wishes. In some way but not at all necessarily in the way we were hoping for. But not at all necessarily in the way we were hoping for. Or to some way we are unique and ourselves with a specific value and a specific role given to each of us by our Heavenly Father in a unique fashion. No copying only unique originals. So the way that Elijah thought he would be energized is not opened by God. But God is with him. Talks to him. and the way out of depression is simply a new commission. Go back on your way. Go back on your way. Take on a new task. And here is what it is. God said to to master in Damascus. You must master as king over Israel. And master as king of Israel. And master as your successor. And Elyse as his successor. So what works then, what helps is a new assignment. Это новое задание. В вовлечение в новую работу. Дoubts will cease. Тогда все сомнения исчезают. И тогда бесцельность уходит. А последние исчезают. Последняя мысль. Она имеет место с новым поручением. Последний стих этого отрывка. Есть много тех, которые не преклонились в колене перед ними богами. Что мы здесь видим? Божий план обережает намного отрывка. Больше и дальше жизненный промежута Кили. Божий план превосходит нашу жизнь. Вот мысль, которую должен был понятили. Речь здесь не касается того, что он нечто должен делать сам. Но поручение другим заниматься делом. Илья должен был понять. Что он является только частью плана. Но не является планом как таковым. И это трезвый взгляд. Божье поручение имеет будущее. Которое не полностью зависит только от действий Ильи. И то же самое применимо и там. Обе части необходимы. Как Иоанн говорит. Понимание Божьих планов в нашей жизни. Илья был только. И мы только. Часть процесса, который больше, чем мы сами есть. Часть процесса. Успех которого просто находится в руках Божьей. Аминь. Давайте помолимся.